На Гомельшине реализуется программа по створению безопасного сяродя для людей с обмежеванными физическими махчимостями. У приватности размовы об обудовании специальных тротуаров для инвалидов по зроку. За одним из реализованных проектов, который находится на контроле старшины Абулвы Канкама, ознайомились наши корреспонденты. Гомельшинец Дмитрий Герашенко хоть и инвалид по зроку, но поддерживается активной жизненной позиции. Дмитрий займается спортом и навыц становился призером чемпионата Беларуси по футболе у группе Б1. У ее выступают абсолютно слабые спортсмены. Кожный тыдень он приходит на тренировки у Центр Олимпийского резерву по паралимпийских и дефолимпийских видах спорту. Правда, до недавнего часа пройти некольки сотня метров от автобусного припынку до центра было достаточно проблематично. Пытание вырешилось после создания тротуара с тактильной плиткой. Плитка очень четко помогает сориентироваться и найти нужное направление. И подвести прямо к входу, к выходу, к ступенькам, предупреждающая плитка. Ну, чувствуешь себя человеком, что ты идешь прямо в ход, не нужно волноваться лишний раз. Конечно, удобно. Я еще начинал ориентироваться, ходить без, когда плиток нигде этих не было. Конечно, здесь сложнее, потому что иногда не понимаешь местность. Ходить без плитки даже опасно, потому что бывало такое, что я посреди проезжей части оказывался. Я сам не понимаю этого. Проект по створению беспечных умов для инвалидов профинансовали областные и городские бюджеты. Специальную плитку набыли на гомельских предприемствах. По цене она амаль удвоя дорожает за звычайную. Але на этот раз истотных значений эта розница не мела. Урештая размова шла об конкретных людях, яким необходна допомога. Сегодня у Центра Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорту займается каля 190 людей с обмежаванными физичными махчымастями. Каля 500 человек постоянно наведывают Центр инклюзивной культуры. Сирот их так само шмат инвалидов. Здесь, можно сказать, спланировано все для инвалида, для его безопасности. Вот все эти плиты безопасности, вот линия безопасности. Работы по укладце тактильной плитки на приконце минулого года выконали специалисты Гомельского городского дорожно-будовничного треста. На реализацию проекта спотребилася каля месяца. Эффект оказался настолько значным, что отрыманные на процовке на предприемстве вы решили выкарстать и у инших районах областного центра. Мы сейчас ее пытаемся применять везде, на всех тротуарах, где делаем ремонт, в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью для предупреждения лиц с физическими ограничениями о подходе к проезжей части.